Всем привет! Сегодня пробежимся по самым заметным новостям этой недели. В частности, разберем, как прошло взвешивание Александра Емельяненко и Габриэля Гонзаги, что Чел Сонан думает о прошлом Федора и почему Благо Иванова бросили под танки. На днях подписавший контракт с UFC бывший чемпион WSOF в тяжелом весе, участник Гран-при Беллатор и чемпион мира по боевому самбо Благо Иванов без разминки брошен под танки. Вернувшийся в строй джуниор Дос Сантос, мечтавший подраться в России с Александром Волковым, проверит болгарина на прочность 14 июля. Бой возглавит турнир UFC Fight Night 133 в штате Айдаху. Последний поединок цыгана провел в мае прошлого года, проиграв нокаутом в первом раунде действующему чемпиону Стипе Меочичу. Перед этим он деклассировал и обыграл по очкам Бена Ротвелла. Александр Емельяненко и Габриэль Гонзага прошли взвешивание перед завтрашним боем на турнире RCC 2. Наш боец весит 116 килограммов, бразилец – 119,5 и выглядит весьма сурово. Будем надеяться, на Бао приехал в Екатеринбург не за чеком и закатит конкурентный бой. Заносчивая экс-чемпионка UFC в весе соломинки Юанна Еджейчик после двух поражений подряд от Роуз на Маюнос и потери титула была вынуждена умерить свои аппетиты. До побега вес мухи пока не дошло, да и смысла нет, ведь скоро там наверняка будет чемпионить огромная по меркам дивизиона Валентина Шевченко, бившая полячку в тайском боксе. Однако планку по соперницам Юанна здорово опустила. Свой следующий бой она проведет 28 июля на шоу UFC on Fox 30 в Калгари. Соперницей станет пятый номер в рейтинге Тиша Торрес с милым прозвищем Крохотный Торнадо. Согласно сообщениям многочисленных источников, UFC предложил Нейтану Диасу соперников из первой пятерки легкого веса. Далеко не первый раз это происходит, но как минимум один из них вызвал у стоктонского хулигана интерес. Если сделка завершится удачно, Нейт вернется в октагон 4 августа на турнире UFC 227 в Лос-Анджелесе. Пока сказать можно только одно, что бои с Нурмагомедовым и Макгрегором не обсуждаются. Выбивается из графика и Тони Фергюсон, который к августу просто не успеет залечить порванные связки колена. Из свободных топов остаются Дастин Пурье, Эдди Альварес и Кевин Ли. Эдди Альварес не собирается драться, пока UFC не предложит ему новый контракт. Этого, блядь, не произойдет, я не стану драться до новой сделки. UFC нужно перестать играть в свои игры, они знают о чем я говорю, заявил он. Напомним, на днях появился слух о матче реванша Альвареса с Дастином Пурье, который якобы запланирован на середину лета. Однако, по словам Эдди, у него остался всего один бой по текущему контракту, а условия нового он оценивает как неадекватные. На данный момент стороны продолжают торговаться, никакого разговора о выступлении короля андеграунда при этом не идет. Бывший претендент на чемпионские титулы UFC в среднем и полутяжелом весах Чейл Сонен, как известно, станет соперником Федора Емельяненко в следующем круге гран-при тяжеловесов Беллатор. Помимо известных спортивных достижений, американец также известен языком без костей и в эпоху, предшествующую появлению Конора МакГрегора, был главным трэштокером ММА. Вывести из равновесия или тем более заставить последнего императора вступить с ним в словесные дуэли, американцы вряд ли удастся. Поэтому остается работать на публику, выдвигая одну теорию нелепей другой. В последнем выпуске своего подкаста американский гангстер заявил, что в Прайде, где в свое время чемпионил Федор, не было взвешивания, спортивной комиссии и всем руководила японская мафия Якудза. «Тебе нечего сказать про меня, но я скажу кое-что про тебя. Я не принимаю всерьез твои победы в Японии. Там рефери в ринге был в наушнике, вас не взвешивали и не проверяли на допинг. Любой, кто приезжал из Японии в Америку, проигрывал. Причина. Я назову ее, потому что бои здесь настоящие, а не отрепетированные, как в Японии. Федора бы сильно задело, скажи я ему, что его бои там были фальшивкой. Я говорил это раньше Мирка Крокопу, и он обиделся. Он поверить не мог, что я так думаю, и Вандерли Сильва обижался, сумасшедший. В профессиональном рестлинге вы сидите вместе со своим противником в одной комнате и придумываете сценарий поединка. В Японии обо всем знал только один боец. Парни, которым предстояло выиграть ваши любимые Крокоп, Вандерли и Федор, они никогда не встречались с реальными устроителями шоу, известными также как Якудза или японская мафия, которые говорили их противникам, когда надо сдавать бои. Поэтому, когда те падали Крокоп, Вандерли и Федор, действительно думали, что они побеждали. Они не знали, что все это срежиссировано. Довольно скоро они начинали верить, что могут победить 20 парней подряд. Я не отрицаю, что у Федора есть определенные навыки, что он здоровый и мощный. Я не пытаюсь принизить его. Просто разобрать его для меня целая проблема, потому что его бои в Японии были фальшивкой. Его соперникам говорили, когда проиграть. Но понятно, что происходило в поединках Федора с Крокопом, Антонио Родриго Нагейрой или Марком Хантом, которые, по его же собственным словам, никогда не встречались с реальными устроителями шоу, следовательно, Якудза не говорили им, когда падать или сдаваться, Сонен по понятным причинам не объясняет. На этом у нас все. Я благодарю вас за внимание. А в финале сегодня минутка милоты. Флойд Мэйвезер кормит медвежонка молочком. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!